здравствуйте владимир добрый вечер я знаю вы драмер группы адовый мужик вот хочу вам задать несколько вопросов сколько лет вот ты играешь на барабанах я не помню давно на школу выучили учились это нет сама учебая не музыкой на школе отлично какая у вас любимая группа много вообще я думаю такая сама которая нирвана наверное я с нее начинал она мне душу запала до сих пор как бы считаю одна из таких групп наверное можно сказать культовых для меня культовые для моих людей с 90 годов которые меня ввела в рок-музыку и с нее все началось барабанами я стал увлекаться благодаря нирване вышел все партии на барабанах нирвана раньше играл сейчас уже не сыграю ну то есть как бы вам ближе по стилю гранж да получается ну сейчас нет ну просто не разный стиль вообще все слушаю все вы меломан да да он не то что меломану слушаю все даже просто как бы по всему слушал и учился на нем и сейчас его не слушают но уважает надо слушаю нирвана то что гранж а вот именно группа нирвана не оказала большое влияние может так сказать а потом уже разные другие группы я слушаю тяжелый ну вообще рок-музыка ну а с нее спасибо как бы вы описали стиль группа адовый мужик панк рок с элементами металла или металл с элементами панк рок я думаю хотелось бы еще что не добавить туда панк рок металлистический панк рок на вот это вот разухабистость которая присутствует в песнях это хорошо или плохо вот которая продает колорит музыки принципе на самом деле разухабистость она взялась не откуда-то мы живем такой жизнью жили во всяком случае точно и поем по большому счету играем поем ну то что каждый из нас прошел или проходит в данный момент или что-то было то есть поем по большому счету выражаем свою жизнь музыка я понял а социуме короче вы поете за о социальных темах как бы которая вот на периферии а в основном да ну тексты не я сочиняю как бы и ну поем до складывал каждый складывать что-то свое социальных темах веселье о том что у нас трогать грубо говоря владимир а вот как ваша группа заставляет танцевать застенчивых людей на концертах я думаю кто хочет тот танцует не хочет тут не танцует вы не заставляете ха нука живо танцуйте то есть у вас честная за честная музыка честная аудитория кто хочет тот танцует или кто когда только напиваются танцуют ну что на честно честно с тоже понятие растяжимое довольно таки неоднозначная честно а вот послушайте вот кричат ли люди на ваших концертах от удовольствия надеюсь туда или те там за барабанами не очень слышно но на видео как я виден что энергетику конечно приятно когда народ приходит и есть отдача энергетика от народа мы даем свою они свою вот этого все перемешивается я вот когда просматривал ваше видео вот там один человек наверное вот всю песню вот сколько она шла рыба за гуд он всю дорогу орал истеричным голосом вот он как кричал от удовольствия вот это хорошо или плохо как вы считаете нравится вам да такое поведение народа вот послушай а вот ваше выступление можно назвать шоу если да я думаю что но может быть и не можно а вы может быть как-то хотели бы его еще улучшить можно был только не знаю я бы об этом может вот у вас насколько я понимаю она происходит стихийно может быть вот лучше и надо установить стихийно потому что там я так понимаю исполняется вот кто на что гораст вот как его в тот момент клинануло так и пошло и поехало да также в принципе выходит может быть сделать наоборот какую-то театральную постановку или это не тоже сделать можно как бы экспериментировать по-разному не будет все то делать и делать играть играть вот на лучше и лучше с каждым разом они оде что это происходит слушаю володя зачем вот вообще группе нужна ротация на радио я не знаю зачем чтобы люди узнавали но вот как ты свой более широкая масса узнавали людей нужно делать лично считаю драться на радио много играет конечно не в нашем стиле но вообще вот представляешь вот стоит там пробка допустим в москве и в час пик там заиграла песню адовый мужик там рэмбо за гуд представляешь сколько народу и прослушает да это было бы неплохо это вообще было очень круто то значит ротация все таки нужно нужно на радио на телевидении в интернете а что вот вам помогает одолевать уныние да много всего лично мне да лично тебе помимо музыки но спортом и что там работа все все главное относиться ко всему с душой вкладывался во что-то много всего жизнь вообще интересная штука на самом деле поэтому сама по себе жизнь она дает энергетику если ты живешь так как ты считаешь нужным вкладываешь туда что-то и получаешь обратно чем больше вкладываешь тем больше получаешь как говорится энергетику получаешь добро вкладываешь получаешь добро зло ну не знаю как там значит зло владимир а вот если бы у вас была возможность перемещаться во времени где бы вы хотели бы выступить я наверное в 2000-х годах хотел бы выступить на вуз таки например с барабанами вот где там играл не помню круглос 9 кажется от нулевых да да вот выступить там энергетика была просто я особо много смотрю там всяких видео вот на выставку понравился лимбийских например играл там или другие корн это вот не запоминается например когда смотани там когда лимбийскит обвинили в ученении массовых беспорядков в сторону обвинения просто мне это нравится грубо говоря смотреть как так как аудитория там много народа выступили хорошо ну хотелось бы конечно оказаться и выступить перед таким масса людей почувствовать их не энергию когда кричат драйв а какой бы вы книгу посоветовали бы людям почитать я думаю портрет дарьяна грея или война и мир толстого много интересных крик на самом деле по большому счету я сейчас мало читаю к сожалению но если эти но вот вот эти книги которые как бы война и мир портрет дарьяна грея я больше фильмов люблю я советовал смотреть советского периода такие глубокомысленные ну во всяком случае меня не трогают да там свой среди чужих чужой среди своих вот один из моих любимых фильмов калина красная баталина просто огня они сражались за родину место встречи изменить нельзя ну те вот этот примерный фильм который снимали 70-х 80-х и до 60-х годах советского время мне очень нравится и советовал бы людям посмотреть ценить игру актеров величайших актеров с моей точки зрения и и задумки режиссеров операторов то все сделано опять же говорю с моей точки зрения очень высококлассная талантливо и гениально можно сказать спасибо пожалуйста володя а кто такой витор эмбоза и желаешь ли ты ему долгих лет жизни ну это рамбоза это отдельный разговор персонаж как бы желаю конечно витор эмбоза мы поем как бы о нем песни да он входит нашу группу по большому счету не знаю не однозначно человек может который живет тоже как он хочет правильно это неправильно решать ему самому хочет он так значит хочет не хочет значит не хочет существовать тоже может сказать о каждом члене нашей группы но витор эмбоза он как бы существует такое мнение что это вот своим образом жизни он как бы выражать протест системе вот так вот пишут люди как бы так я бы сказал я вот тоже бы потому что кому урожает никто никому ничего не докажут ну разражает протест самому себе ну хочет он так значит хочет какой системе какой системе каким образом выражать протест не хочет жить как все ну пусть это его право да протеста в этом нет так и самый заключительный вопрос правда ли что все творческие люди психи я думаю в какой то степени да и я думаю даже что они должны быть психами в какой то мере ну потому что творческая личность талантливая творческая личность довольно неординарные люди и психика их ну доказано многими примерами что их психика неустойчиво скажем так что их бросает от гениальности до безумия как говорится один шаг да так как от любви от до ненависти и тот психические скажем так спады и взлеты какие-то диапазоны такие широкие которые бросают которые люди бросают в одну сторону то в другую талантливый человек творческий как но он должен быть немного психом или даже много психов потому что сколько то же самое говоря о группе нирвана которые на самом деле остаться культовой культовой для многих людей там же тоже лидер группа был психом психом и задел многие живые сердца мы у меня стал символом поколения дожил недавно слушал по радио будет все пор сколько уже лет прошло как бы ну я понимаю этих людей которые да действительно вот они вот играли группа называется небо здесь я не рассказываю с ними соглашаюсь уже прошло сколько лет да вот нас повлияло то музыка то есть люди взрослые страну влияния того ну как и на меня в другой стороны он попал как бы это возрастной возрастной период да ну из влияния остается да вот так вот тоже окно устойчиво только на один пример да много есть примеров которые люди псих психически ненормальные вот так вот обладали таким талантом талантом таким гением что влияли на многие умы сердца людей спасибо володя и вопрос бонусом как водителю крутится ли воздух в шинах когда машина едет я думаю что да все крутится в машинах воздух если честно сказать сам не знаю ответа на этот вопрос или не важно ли в машина ехала а воздух шинах него лишь бы только чтоб он там был а крутится он или нет это неважно все спасибо пожалуйста